Это произошло здесь, в оживленной части города, в выходной день утром. Неадекватный мужчина шел по улице и просто избивал прохожих. Причем выбирал себе в жертвы исключительно женщин. Остановилась, чтобы посмотреть контакт в телефоне, мне нужно было позвонить. В этот момент я почувствовала резкую, сильную боль в районе солнечного сплетения, желудок, наверное, больше. И согнулась, я сначала не могла ни вдохнуть, ничего, ни кричать. Повернув голову, я увидела, что идет парень. Я начала кричать от боли в том числе. Ко мне начали сбегаться люди. Пройдя несколько метров, услышали следующий крик. Он ударил девушку с локтя по лицу, она была в солнцезащитных очках, у нее осталась здесь гематома. Она упала на бордюра, ударившись кистью, у нее также осталась гематома. До инцидента женщины были незнакомы. Сегодня они собрались в отделение судебно-медицинской экспертизы. Юля, чтобы пройти проверку, оставила дома двухлетнюю дочь. Я сейчас хочу просто сделать снимки, потому что у меня бывают моментами, как немеет голова, такое вот состояние, и шейный позвонок, он хрустнул хорошо после удара, и шишка на запылке была. Я стояла, получается, спиной, и он сзади меня ударил. Подняла глаза, ему начала кричать, он просто развернулся, ухмыльнулся и показал мне факт. Извиняюсь за выражение, но будто ему это принесло удовольствие, будто я это заслужила. А это фото полицейские сделали при задержании неадеквата. Пострадавшие уверены, их обидчик был под действием наркотиков. Ольга после ударов вызвала полицию, а потом пустилась в погоню на авто, координируя полицейских о местонахождении безумца и о новых обоях. Он явно был под какими-то веществами, с абсолютно не вменяемым выражением лица. Я успела только открыть рот с вопросом, что вы хотели, тысяча мыслей в голове. Но честно, конечно, я не ожидала такой агрессии. И получила его кулаком удар в скулу, такой скользящий. Я успела немножко податься назад. Далее уже, как начала потом, позже вспоминать, я в состоянии, видимо, эффекта. От шока просто даже не помнила, что я начала его лупить ногами. Когда я подходила к участку, я увидела, что парень выходит просто свободной походкой, идет, ну, впереди него идут два в полицейской форме, двое ребят. И не похоже это на задержание. Нападал на женщин некий размиг Карапетян, гражданин Украины. Сейчас полиции ждут результатов экспертизы. Эта особа была затримана и доставлена до Приморского отдела полиции, Головного управления нацполиции Одесской области, где ее примусловно было направлено до судом медической экспертизы, чтобы засунувать ее стан. После чего была оглашена подозра у вчинения правопорушения, предъявлено статей 125 КК Украины. Это умисло задание телесных ушкоджений легких. После того, как мы отримаем квалификацию телесных ушкоджений, что отримали потерпелим, будет мова про измену статей обвинувачения. Можливо, будет его мова оглашена подозра у вчинения других правопорушений в умисловном задании, например, телесных ушкоджений средних, или даже тяжких. На сохранение положили женщину на шестом месяце беременности, которая тоже пострадала от рук нападавшего. Пострадавшие женщины, говорят, их удивила и реакция прохожих. Они не спешили им помогать. Анна Городенцева, Юрий Шинкаренко, телеканал Репортер.